Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем переводить предложения. И перед нами ещё один такой канцелярский монстр, который обычно встречается во всякого рода письмах, отписках, когда начинаются обсуждения цен, и кто-то начинает выпрашивать какие-то скидки, какие-то понижения цен, ради чего непонятно. И вот стандартный такой ответ, который ни о чём, с одной стороны, а с другой стороны, вот эти четыре строчки нужно как-то перевести и сделать что-то такое удовольствие. И здесь первое, что нужно помнить, значит, такие вещи не переводятся совсем дословно. У нас есть канцелярит, в английском языке тоже есть канцелярит. Тоже есть фразы, которые являются штампами. И здесь важно помнить, какие штампы каким соответствуют примерно. То есть это такие, ну если угодно, такие макроструктуры, которые вот просто объединяются в одно целое, получается некое предложение, которое тоже неудобоваримое, в принципе. Но тем не менее, те, которые читают, те сразу видят определённые слова, определённый порядок слой, и все всё понимают, о чём идёт речь. Итак, посмотрим, что же здесь у нас. Мы убеждены. Значит, мы убеждены, это в смысле believe какое-то будет стоять, по всей видимости. Можно convinced поставить, но я хочу believe, оно проще. Далее, здесь, возможно, даже какое-то наречие можно поставить, типа absolutely, strongly, или что-нибудь в этом духе. Далее, возможно, нам придётся убрать we, потому что это субъектность, а это не есть самый лучший вариант. Окей, посмотрим, что дальше. Дальше, цены в данном контракте. Что такое цены? Что мы здесь имеем в виду? Значит, в английском есть ряд слов, которые все переводятся примерно одинаково. Есть слово value, это стоимость, в самом общем смысле слова. И здесь это нам однозначно не подходит. То есть, не value. Далее, может быть, price. Да, цена на единицу продукции, или за какую-то услугу, что-нибудь такое. Есть ещё интересное слово rate. Что такое rate и чем оно отличается от price? Price – это фиксированная цена. То есть, условно говоря, там, тысячу долларов за кубический метр, или там ещё чего-нибудь, неважно. Rate – это больше ставка. То есть, когда мы, допустим, формулируем неконкретную цену в контракте, вот когда мы, допустим, говорим, что цена за добычу будет, там, 2% от стоимости, тонны, руды, или ещё чего-нибудь такого, или барреля нефти, или там, неважно чего. И вот это будет rate у нас. То есть, здесь можно и то, и другое поставить. Мы не знаем, о чём идёт речь. Чего в контракте написали, мы без понятия. Поэтому, как бы, как вариант. И то, и то прекрасно. Далее, что такое в данном контракте? Как это в данном? Given, что ли, ставить? Нет, здесь у нас будет не Given. Здесь у нас будет данный, имеется в виду текущий. То есть, действующий. На сегодняшний период времени, какой контракт у нас действует. Поэтому здесь может быть слово Current, как вариант. Могут быть другие варианты, но я сейчас, кроме Current, ничего умного придумать не могу. Далее, контракт ясно. А далее вот это. Соответствует рыночным. Ну, имеется в виду рыночным ценам. Здесь можно фантазировать, но есть такая интересная штука. Это будет не дословный перевод, но это именно то, что здесь имеется в виду. То есть, цены у нас рыноч, будем говорить. То есть, цены конкурентные по-другому. Competitive in the market. Это не дословно. Это дословно будет конкурентный на рынке. Как бы так. Но что это? Это, по сути, то, что здесь имеется в виду. Далее. Приемлемые. Что такое приемлемые? Можно сказать Suitable. Да, конечно, можно. Можно даже здесь поставить слово necessary. Поскольку дальше у нас, мы показываем, что цены обеспечивают эффективность, уровень сервиса и так далее. То есть, для того, чтобы все это обеспечить, нужны вот такие цены. Поэтому здесь может быть suitable for. Почему я хочу necessary? Потому что после necessary можно поставить инфинитив. И далее у меня обеспечение вот это будет переводиться, как обеспечить. Допустим, to provide какое-нибудь. Или чего-нибудь другое. Это не важно сейчас. Вот такая вот структура. В принципе, если я бы оставила suitable, мне нужно было бы говорить так. Suitable for providing. Ну, как вариант. Тоже, в принципе, неплохо. Это как кому больше нравится. Далее. Значит, производственная эффективность. Это еще что такое? Значит, производственная эффективность очень просто. Переводится это performance. Если я хочу показать высокую производственную эффективность, здесь ее нет, конечно. Но, тем не менее, как вариант, можно high performance поставить. Далее. Сервис. Ну, здесь все, в принципе, ясно. Качественный уровень. Я поставлю, допустим, просто качественный сервис, чем будет плохо. И дальше. Работа оборудования. Оборудование у меня явно будет equipment. Потому что я не знаю, что за оборудование. Но поскольку у меня, по-видимому, речь идет о производстве или добыче чего-нибудь, скорее всего, это будет equipment. Вряд ли это будет gear. Можно, в принципе, поставить machinery. Но, опять же, это немножко конкретика. Мы не знаем, о каком оборудовании идет речь. Machinery это все-таки более что-то, более приземленное, если угодно. А equipment, когда мы говорим, это ни к чему никого не обязывает. То есть, это очень-очень абстрактно. Ну, и, допустим, я скажу, что это будет work of equipment или equipment work. Ну, окей. Теперь посмотрим, что у нас получится. We strongly. Я поставлю strongly. Мне хочется это делать, но это не обязательно. Мы глубоко убеждены. Ну, просто для усиления. We strongly believe. Далее ставим that, ака-соединитель. Здесь как бы такая косвенная речь получается. Это очень характерно для деловой корреспонденции. И далее я поставлю prices. Или, пожалуй, нет. Дело в том, что если я поставлю цены, дальше мне предлог придется ставить prices или rates in current contract. А я не хочу ставить предлог. У меня и так их будет много сейчас. Поэтому сделаем так. Классический такой подход, который людям обычно не нравится, потому что мы получим сейчас цепочку существительных. Итак, я начну с текущего контракта the current и далее contract. Это все затеяно для того, чтобы вот это вот вы не ставить. И далее rates slash prices, поскольку я не знаю, о чем идет речь. И далее, собственно, competitive in the market. Вот таким образом. Are competitive. Это не значит, что только competitive in the market может быть. Могут быть и другие варианты. Но сейчас я просто их не могу придумать. И далее, после the market. Вот почему, еще один резон, почему не нужно было ставить prices in current contracts. Обращаем внимание, у нас здесь in еще стоит. И здесь, как бы мы ни вертели, ни крутили, мы его никуда не денем. Поэтому здесь нельзя избежать, а вот в предыдущей части можно избежать. Поэтому где можно, там избегаем. И, кстати, что у нас здесь еще интересно, у нас здесь, по сути, получаются однородные члены предложения. То есть, соответствуют рыночным. В русском предложении этого нет. А в английском это будет. Потому что are competitive это первое, а далее приемлемый. Поэтому придется ставить and. И вот здесь может быть такой интересный прием. Мы все знаем, что если у нас однородные члены, по идее, у нас должен быть вот глагол он у нас, он вот здесь. И вот первое прилагательное, на которое он переходит, как бы связанное с ним. Дальше от него там еще слова, но тем не менее, competitive здесь как бы самое главное. А далее у нас стоит and. И по идее, дальше мы должны ставить приемлемые. То есть, дальше у нас suitable slash necessary. Допустим, necessary пусть будет. И далее для обеспечения производственной эффективности. Provide. Я не уверена, что здесь обязательно provide. Я не хочу provide. Я сейчас не могу даже объяснить, почему. Но мне оно не нравится. Я поставлю другое. Как вариант я поставлю ensure, чтобы добиться или, скажем так, убедиться в том, что производственная эффективность имеет место. И далее to ensure the performance. Перед performance тоже можно было прилагательное какое-то поставить. Я поставила high, но здесь как бы нет этого high. По сути, я его взяла с потолка, поэтому можно, конечно, заниматься творчеством. Но если я не хочу, можно и ничего не поставить. Но при желании можно поставить high или, допустим, то же самое suitable. Чем плохо? The suitable performance. Тоже как вариант. То есть подходящую или соответствующую производственную эффективность. Далее запятая. Кроме того, мы еще ensure не только эффективность, мы еще ensure качественный сервис. Я не буду морочить голову, я напишу просто качество сервиса. Вот, наверное, качество сервиса мне нравится больше, чем качественный сервис, потому что мы обеспечиваем качество. И поэтому у меня будет вот так сервис quality. Можно quality of service было поставить, но зачем мне лишние предлоги, если я могу их избежать. И работа оборудования and, я, наверное, не буду and ставить, and у меня уже стоит. Я поставлю as well as и далее работа оборудования. Ну, пусть будет дословно. И вот здесь уже точно work of equipment. Пусть для разнообразия будет одно так, другое сяк. И вот у нас получается такая вот фраза, тоже на четыре строчки. Мне не нравится, что вот это are, оно как бы теряется в толпе. И когда мы доходим до and, далее вот это necessary как бы повисает. И непонятно, куда оно относится. Это необходимый, необходимо, и вообще, что это? Поэтому для таких случаев есть, ну, не то, чтобы это правило, но так можно делать, хотя это, ну, не очень, допустим, красиво и немного спорно с точки зрения грамматики, но тем не менее люди так пишут. Берем и еще раз дублируем are. Это are вот здесь. Это то же самое are, которое здесь. То есть мы продублировали are два раза. Можно ли это делать? На первый взгляд как бы нежелательно, но если подумать, что если посмотреть на это, как на однородные сказуемые? Ведь are это не самостоятельный игрок. Are привязана к тем словам, которые стоят дальше. Это именное сказуемое, так называемое. Are competitive in the market? Это комплимент такой большой. Или если нужно, то пошло are competitive. Вот так будет правильнее. то есть вот это вот так и здесь то же самое. Вот так. И поэтому если исходить из вот такой постановки, можно считать, что это просто два однородных сказуемых. И поэтому я могу ставить два однородных сказуемых, чем плохо. Ну да, вот в каждом из них есть are, но оно как бы является частью целого, не чего-то большего. Поэтому с этой точки зрения, чтобы подвести какую-то теоретическую базу под вот эти манипуляции, можно вот так вот исхитриться и сделать вот такой ход. Теперь далее. Нельзя ли было как-то вообще убрать вот это we strongly believe? Вот не хочу. Можно ли сказать, что the current contract prices are believed to be competitive in the market? В принципе можно. Можно сделать вот такое. Поскольку речь идет в первую очередь о ценах, мы берем и сделаем такой комплекс subject. Are believed наверное не самое лучшее слово. Не буду я believed ставить. Я поставлю I can see this. Мне так больше нравится. И далее are наше будет превращаться в инфинитив. To be competitive. Мне сейчас лень думать и заменять это на что-то in the market. И далее опять ставить to be? Еще одно. Нет. Сделаем вот так. As well равно как. As well as necessary. И далее to ensure. У нас и так куча инфинитивов. the performance и далее service quality and work of equipment. Я добавлю не просто работа, а стабильная работа. Instable. Здесь его нет, но это, как говорится, плод моей фантазии. И здесь как бы все хорошо. Мое предложение даже вроде уменьшилось немного. Это предложение имеет право на жизнь. Оно вроде не настолько неповоротливое, как первое. Оно вроде красиво все, но единственное, оно немножечко, ну, как бы это сказать, немножко неудобо читабельное. Почему? Потому что, да, мы начинаем с current contract prices. Далее вот это are considered. Мы убрали субъект, кто делает действия, кто считает эти цены приемлемыми. Они как бы получаются, что они просто считаются приемлемыми. Технически это прекрасно, это правильно, но это немножко будет вредить моему, ну, что ли, смыслу моего послания. Поскольку, допустим, просьба адресовалась конкретно нашей фирме. И поэтому они хотят услышать ответ нашей фирмы. Не в общем просто что-то там сферический конь в вакууме какой-то, а вот конкретно что мы об этом думаем. И поэтому вот именно с такой точки зрения, то есть просто из соображений здравого смысла, эта конструкция немножко неудачная. Это пример, как иногда предложение, которое вроде бы неповоротливые, неудобные, какие-то немножко корявые даже, они более понятны и более приемлемы, чем красивая вот конструкция, красивая грамматика, всё замечательно, всё прекрасно. И вот тем не менее это будет не очень понятно и это будет как-то не очень красиво. Поэтому здесь первый вариант лучше. Это с одной стороны парадокс, но вот так вот это может быть, что тут скажешь? То есть вот это вот да, а вот это так себе. Почему? Опять же, не потому, что второй вариант неправильный, а просто потому, что у нас есть определенная ситуация. Мы отвечаем на письмо и мы должны наоборот пойти от обратного, мы должны показать свою вот субъектность, что это наша политика, что это наша позиция, что мы вот так вот, это наши условия по большому счету. У нас только такие цены, других не будет, не ждите. Вот когда нужно вот такое решение, тогда, ну ничего не поделаешь, придется ставить вот эту вот пресловутую субъектность, про которую все говорят, что ее нужно не употреблять. Итак, скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, ссылка на все эти художества, равно как и ссылка на предыдущие видео по теме, где тоже переводы длинных умных предложений. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.